Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы продолжаем проект ЭСЭП «Как устроена безопасность», в котором мы предметно обсуждаем вопросы информационной безопасности в российских компаниях. Сегодня у нас в гостях Илья Куршунов. Илья, добрый день! Илья, коротко расскажите про свой путь. Учился я в Российской экономической академии имени Плеханова, и на четвертом курсе я попал в издательский дом «Комсомольская правда». Попал я в должности вебмастера. С тех пор я работаю именно там, занимаю должность сейчас заместителя директора по информационным технологиям. То есть фактически с низов, так сказать, прошли весь путь до, в общем-то, руководящей должности. Сразу вопрос, что входит в область компетенции и в область ответственности? Наш отдел, IT-дирекция, как мы называемся, занимается в основном офисом московским, региональными филиалами, обеспечением бесперебойной деятельности, выпуск ежедневной газеты, еженедельных изданий и обеспечением работы радио. Рабочие места интернета безопасны. То есть это фактически внутренняя безопасность, да, не касательно там сайта? Да, сайтом занимается отдельная команда, мы сидим вместе, но тем не менее это отдельная. Какие основные, может быть, риски, угрозы существуют? Больше всего мы обращаем внимание вынужденно на различные вирусы, блокираторы, шифровальщики. В последнее время это прям огромный поток. Каждый пользователь там хоть раз в день что-то дополучает. Суммарно в день иногда доходит до тысячи различных зловредных программ, которые пытаются попасть к нему через сайт, электронную почту. Собственно, с точки зрения безопасности это и есть основная угроза и работа. Какого плана вредносные программы все более и более актуальны, может быть, какие-то неактуальные вообще ставят? Начало 2000-х годов это были обычные вирусы, они различным образом портили компьютеры, уничтожали операционную систему, какие-то уничтожали даже вирусы материнских плат. Потом, чуть позже, появились трояны, которые объединялись в ботнет и рассылали спам. Для пользователей в основном это, конечно, отражалось с жуткими тормозами. Потом начали появляться финансовые различные трояны, которые воруют как через личные счета деньги, так и через корпоративные клиент-банки с компьютеров, бухгалтеров, пересылают вам деньги на другие счеты. То есть это фактически та история, когда пользователь заходит на сайт, хватает троянскую программу, которая в дальнейшем через дистанционное банковское обслуживание делает левые платежи. Ну да, либо получают по электронной почте письмо, что-нибудь вроде акты от компании Лесхозпром, бухгалтер особо не думает, открывает это письмо, и если антивируса нет, все. Это было актуально какое-то время назад или актуально сейчас? По нашим ощущениям, актуальность этого вопроса подспала уже как с год. Оно, конечно, есть, но не в таких масштабах. А локер – это проблема этого года, их десятки, сотни сыпятся. Потом люди нажимают «Открыть», не думая, и дальше жесткий диск зашифрован. Если это корпоративные пользователи, у него подключены еще сетевые диски, то заодно могут быть зашифрованы и сетевые диски. Дальше приходит сообщение о том, что он должен от 10 тысяч рублей до, в некоторых вариантах, нескольких тысяч долларов предлагаются. Работаете ли в части на защиту от утечек, коммерческой тайны? Вот такими вещами занимаетесь? Безусловно, определенная финансовая информация, бухгалтерская, она, конечно, секретна. И мы стараемся с помощью антивирусов, политик безопасности, политик доступа к интернету, вообще к сети, разграничивать в разные контуры, в разные периметры. А вот какая-то специфика того, что это именно издательский дом на информационную безопасность откладывает подпечаток? Безусловно, издательский дом – это значит, что как минимум половина наших сотрудников – люди глубоко творческие, и, в общем-то, плевать они хотели на всю эту безопасность. Специфика деятельности журналиста подразумевает, что он посещает кучу различных сайтов, в которые обычный человек даже не подумает зайти, где все вот эти вот вирусы троянные и прочие и водятся. При этом мы не можем их сильно ограничивать, потому что они люди творческие, и им это надо по работе. Да, я хотел спросить про дисциплину. Какие-то, может быть, интересные последние инциденты? Все инциденты, они, как правило, были связаны с шифровальщиками. К счастью, антивирусное программное обеспечение ЕСЭТ в корпоративном плане нам это не доставляет хлопот. Большинство шифровальщиков достаточно оперативно, ну и прочих вирусов оперативно зарезаются. И в основном мы, конечно, связываемся с домашними компьютерами. И очень часто бывает, что люди приходят, и работа десятилетий просто оказывается зашифрована. Касательно эти инфраструктуры и вещей, связанных с сетевой безопасностью, межсетевые экраны, насколько это большой, скажем так, парк, и как вы им управляетесь? Сейчас с помощью виртуализации аппаратный парк мы стараемся уменьшить, но, тем не менее, количество юнитов виртуальных достаточно велико. С точки зрения безопасности мы разделяем культура, мы разделяем отдельную бухгалтерию, она практически не имеет доступа в интернет и в общую сеть. Сайт у нас находится вообще на отдельной площадке и никаким образом место не связано с офисом, соответственно, взлом офиса не повлияет на работу сайта и наоборот. Какие-то интересные последние внедрения, опять же, в плане IT, может быть, в целом, или информационной безопасности в частности? Именно с точки зрения информационной безопасности наше основное внедрение за последнее время это как раз продукт ESET. Мы два года назад перевели, тогда у нас было больше тысячи рабочих мест, а от предыдущего решения ESET отличался кардинально, поэтому все было в новинку, в итоге все победили, и теперь у нас самая свежая версия. Да, все хорошо, все сейчас. В плане IT в целом, может быть, какие-то интересные внедрения? Есть общее снижение интереса населения к печатной прессе, мы пытаемся диверсифицироваться, сайт, радио, ну, пока все это в процессах, поэтому масштабные внедрения в основном связаны с оптимизацией бюджетов. Мы по максимуму отказываемся от коммерческих продуктов типа Microsoft Office в пользу различных бесплатных. В основном вся работа сейчас связана с этим. Что же, на этом мои вопросы исчерпаны, возможно, они остались у вас, задавайте их в комментарии, мы с Ильей постараемся на них ответить максимально подробно. Илья, большое спасибо за то, что нашли время к нам прийти. Спасибо вам. На этом мы завершаем этот выпуск проекта ESET «Как устроена безопасность». Всего вам доброго, до следующих встреч.